Установка Windows. Обычное дело, особенно если ставишь современные версии. Выбрал язык, посмотрел лицензионные соглашения, разметил и выбрал раздел диска, нажал далее и всё. 10-15 минут ты тупо смотришь монитор и наблюдаешь за всем процессом установки или просто начинаешь заниматься другими делами. А в конце установки ты проходил первоначальную настройку, в которой всего лишь было несколько этапов. Установка современных версий Windows, начиная с Vista, заключается следующим образом. Вставляешь диск или флешку, оттуда загружается Windows PE, специальная версия, которая запускается с компакт-диска или флешки. И из-под Windows PE запускается установщик системы, где ты уже и проделывал остальные действия. Процесс копирования файлов в системах Windows Vista и выше заключался в простой распаковке файла install.vim через программу ImageX или же с помощью консольной утилиты диск Windows 7 и выше. А в версиях Windows XP, Windows 2000 и Windows NT 4.0 никакого Windows PE не было. Когда загружались с диска, вы попадали в своего рода отдельную операционную систему, которая работала исключительно в текстовом режиме. В нём вы могли запустить консоль восстановления и, очевидно, установить систему. До Windows Vista было два этапа установки, текстовый и графический. В текстовом вы размечали диск, копировали системные файлы из специального списка, который указан в файле txt setup.seef, генерировали системный реестр и устанавливали загрузчик. Последние три действия, конечно же, происходят автоматически. После текстового этапа наступает графический этап установки и в нём уже полноценно устанавливались драйвера к устройствам, устанавливались и регистрировались компоненты, происходила настройка сетевого оборудования и совершались прочие мелочные вещи. Весь текстовый этап установки хранится в файле setup.ldr.bin, а графический запускается с помощью файла setup.exe из-под уже установленной, но не настроенной до конца системы. В старых Windows NT все установочные файлы хранятся в папке i386, где каждый файл был запакован в формат с нижним подчёркиванием на конце. С mnzip он прекрасно открывается как обычный архив, и в итоге мы видим полноценный файл. С Windows Vista все системы хранятся в одном vim файле и открыв его вы увидите уже образ полноценной системы. vim файлы спокойно редактируются через консольную утилиту Dyson, которая поставляется в современных Windows или через программу Dyson++, если кому-то сложновато пользоваться консолью или просто нужен более дружелюбный интерфейс. И вот пришла у меня одна такая забавная идея. А что если взять установочные файлы из Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 и склеить это всё в единое целое? Полностью рандомно взять по части файлов из четырёх образов и посмотреть, что из этого получится? Я даже сам не знаю, получится ли что-то вообще, но блин, мне жутко интересно попробовать это сделать. Для начала, перед тем, как на рандоме брать из четырёх образов, сделаем одно условие. Самые базовые системные вещи, такие как загрузчик, ядро, начальные системные драйвера будут взяты из Windows Server 2003. Это мы делаем только для того, чтобы с первого раза всё не померло ещё во время запуска. Но почему именно Server 2003? Во-первых, загрузчик от Windows NT 4.0 не запустит Windows XP. Во-вторых, Server 2003, как по мне, идеальный кандидат. Ядро операционной системы состоит из нескольких основных файлов и библиотек. Предлагаю саму ядро взять из Windows Server 2003, но библиотеки из Windows XP. Но как нам узнать, какие файлы загружаются во время запуска и что он использует? Легко. В обычной Windows XP мы редактируем файл boot.ini и прописываем в конце команду slash boot.log. Эта команда даёт загрузчику Windows понять, что кроме запуска системы нужно ещё записать специальный файл список того, какие драйвера и самые важные файлы используются для запуска системы. Перезагружаемся, заходим в папку с системой и видим файл ntbt.log.txt. Открываем его и видим тот самый список. Большинство файлов из этого списка мы ни в коем случае не трогаем. Не трогаем? Ты серьёзно? Я бы попробовал, например, какой-нибудь класс PNP Sys из 2000 в XP запихнуть. Вполне реально, у меня работало. Ну, рисковать это дело такое себе, но ради прикола или какого-либо трэша почему бы не попробовать. Ладно, ну что ж, погнали менять и тестить. Попыток у нас неограниченное количество. Мы будем делать это до того момента, пока не пройдём графический этап установки и окончательно не попадём на рабочий стол. И вот как всегда, хочешь, чтобы с первого раза всё заработало, но получается совершенно наоборот. Похоже, мы перестарались с рандомом и задели файл, который установщик считает якобы повреждённым, но на самом деле он взят из Server 2003. Скорее всего. Ладно, мне несложно попробовать ещё раз, поэтому ослабим рандом и заменим этот файл на оригинальный из Windows XP. И в этот раз, кстати, это уже вторая попытка, начальная прогрузка драйверов в первом этапе установщика происходит без проблем. О, кажется я задел лицензионное соглашение. А, ну из Windows Server 2003, но ничего страшного, соглашаемся, размечаем диск и устанавливаем систему. Также спешу напомнить о том, что все наши действия проводятся в виртуальной машине. Отлично. Все системные файлы скопировались, и никаких ошибок в этом плане, слава богу, не возникло, и теперь нам предлагают перезагрузиться, на что мы с радостью соглашаемся. Нууу, давай, ну давай! Не повезло. У нас синий экран с отвалом пользовательского окружения. Нам, сквозь сбитую кодировку, сообщают, что не найдена необходимая точка входа в библиотеке user32.dll, но при этом этот файл я не менял от слова совсем. То есть получается такая картина. Само ядро как раз-таки загрузилось исправно, что и видно по экрану смерти. Он, собственно, отобразился, сообщив нам об ошибке. Но ничего, можно попробовать ещё раз, но уже исправив проблему. И третья попытка даёт отрицательный результат, но уже с другой ошибкой. Такое чувство, что я ставлю сборку от человека, фамилия которого начинается на О и заканчивается на и краткое, а в склонении фамилия начинается и заканчивается на О. Ну вот серьёзно, там что-то подобное и было, когда я ставил. Так вот, название ошибки говорит о том, что система загрузилась, но одна из фаз инициализации системной сессии не была совершена, а всего фаз 5. И по факту причина этой ошибки размыта, так как в этом случае здесь может быть всё что угодно. В общем, остальные попытки, а их было-то очень много, за кадром продолжались очень долго. В конце концов, у меня что-то да получилось. И чтобы не томить, давайте смотреть на то, что вышло в конце. На этот раз я не делал слишком рандомно, и начнём с самого простого. Первый этап установщика оставлен из Windows XP, но он почему-то в некоторых местах поломался. Сам по себе. И я ничего не трогал. После установки нас встречает загрузочный экран, который говорит нам, что мы используем некую Windows Server Family. И после загрузки мы наконец-таки попадаем в графический этап установки. У нас он оказался из Windows Server 2003. И внезапно нам сообщает, что драйвер батареи, а здесь скорее всего речь идёт о контроллере, не тестировался на совместимость с Windows XP. Однако забавно, что система спрашивает о подобном. Особенно смотря на название устройства, которое он пытается поставить. До этапа установки система почему-то спрашивает мой регион и язык, раскладки и прочие языковые настройки. Я не могу понять, зачем ему это нужно прямо сейчас, но ладно. И после этого оно наконец-таки начинает установку устройств. И то оно сыпется ошибками, что неудивительно. То для звуковой карточки что-то сделать не может, то для монитора что-то настроить не в состоянии. Теперь нас встречает настройка системы. Имя пользователя, ключ, дата и время, здесь ничего не повредилось, спокойно всё сохраняется и указывается. Далее установка здесь ничем не отличается от оригинальной, всё проходит хорошо и никаких ошибок по крайней мере не появляется. Что в таком случае мне просто не верится, здесь явно имеется подвох или какой-либо сюрприз. После второго перезапуска экран загрузки сообщает, что перед нами Windows XP и запускается первоначальная настройка. Ну или пытается запуститься, так как на этом этапе система намертво зависает. Придётся ещё раз перезагружаться. И вот тут уже всё нормально. Перед нами не экран приветствия, а классический экран входа с уже введённым аккаунтом, коим является администратор. Входим в систему, пережидаем перемещенную настройку пользователя и она также зависает. Но в этом случае это поправимо. Я открываю диспетчер задач, который кстати взялся из Windows NT и снимаем процесс RecSVR.32. Я также всё смешивал рандомно, однако не так сильно как в первой попытке, но я всё же не смогу сказать почему и при каких обстоятельствах зависла первоначальная настройка пользователя. Хотя по процессу RecSVR.32 видно, что происходит проблема с регистрацией каких-либо DLL файлов. Пройдя вот эти все круги геморроя, мы наконец-таки попали на рабочий стол с кучей ошибок, но уже от RAND LL32. Классика. Рабочий стол здесь абсолютно типичный, никаких изменений не произошло. Меню пуска как минимум не сломался, уже победа, но здесь изменились иконки некоторых папок. Internet Explorer здесь вроде стандартный, хотя по иконке кажется, что не совсем, но узнать не узнаю, так как не работает кнопка о программе, да и сам браузер себя как-то странно ведёт. А система справки и при открытии нам сразу же говорит до свидания. В плане программ здесь полные проблемы, как минимум нет игр, Windows Media Player, Outlook Express'а и Paint'а. И скорее всего сейчас раскрылся тот подвох, о котором я говорил ранее. Системный установщик не смог установить опциональные компоненты. Почему так произошло, опять же неизвестно. Но ладно, имеем что имеем. Как можно заметить, здесь смешались программы из Windows NT 4.0 и Windows 2000. А панель управления чуть ли не вся состоит из старой Windows NT. И в некоторых местах оплеты или, проще говоря, компоненты панели управления падают с лютыми ошибками. Среди фонов рабочего стола здесь нет никаких обоев, кроме WinNT и WinNT 256, но там просто красуется логотип Windows XP. Консоль MMC работает частично, но пойдёт в принципе. А теперь самое необычное. Мне, честно, очень смешно видеть подобную картину, когда одна программа говорит, что сейчас запущена Windows NT, другая заявляет о запущенной Windows 2000, третья Windows XP, а четвёртая так вообще заявляет о Windows Server 2003. И на первый взгляд проявляется вопрос. Кто здесь прав и кому вообще верить? В плане тестирования программ в моём случае вышло плохо. VMware Tools не захотел ставить драйвера, а Microsoft Office 2003 отказался устанавливаться якобы из отключённого Windows Installer, хотя он включен. Так что вот такой результат. Так вот, вы спросите, зачем и для чего это было сделано вообще и какой смысл, зачем вы сделали троллейбус из буханки хлеба и прочие подобные вопросы, которые прямо сейчас могут крутиться в ваших мыслях. Во-первых, это было сделано просто ради фана. Во-вторых, это было сделано для того, чтобы просто показать, что скрещивание систем возможно, но оно не всегда может закончиться корректно. В общем, это всё, что я хотел показать. А, кстати, при завершении работы система также зависает. Если тебе понравилось это видео, то поставь лайк, мне будет очень приятно. Также ты можешь подписаться на мой канал, чтобы поддержать моё творчество и достичь 50 тысяч подписчиков. Огромное спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok